Всем привет! Дорогие друзья, хочу показать вам интересное, как мне показалось, средство решения в самообороне. Это такой вот газовый пистолет Blitz. Ну, вот у меня их сразу два. Давайте посмотрим на какой-нибудь из них. Такая вот. Оффективный способ для самообороны. Слезоточивый и дративной гии. Дративной, что-то не могу перейти. Раздражающий. Вот. Слезоточивый раздражающего действия действует мгновенно. Так. Дальность поражения в зависимости от баллона 2 и 3 метра. Время использования 5. Что 5, непонятно. 5 секунд, 5 минут, 5 часов. Диапазон температур. Масса 140 грамм. Гарантийный термин хранения 24 часа. Вот. В Киеве это все делается. Так. Правила. Какие-то печати. Такая, знаете, картонная коробка каких-то настоящих, серьезных вещей. Не китайская, а такая яркая, красочная, глянцевая такая вот. Вот. Так. Ну, вот такой вот пистолетик. Полностью пластиковый. Давайте еще один достану. Вот. Почему я достал? Потому что здесь стоят разные баллоны. Как вы видите, Блиц 1 и Блиц 2. Значит, и в комплекте идет по одному баллону. Ну, значит, вот у нас инструкция на донышке здесь лежит. Сейчас я вот так вот, если захотите, потом паузу нажмете, прочитаете. Но суть в чем? В том, что в комплектации идет два баллона. Блиц 1 и Блиц 2. Один баллон делает мелкодисперстное облако. Вот. Другой баллон делает направленную струю. Ну, судя по тому, что написано на коробке как бы 2 и 3 метра. То есть, как бы разница не особо большая. В метр. Если бы там струя была в 5 метров, к примеру, ну, тогда понятно. Ну, 1 и 2, 2, точнее 3 метра, это такое себе. То есть, всего у нас получается в комплекте два баллона. Один уже установлен какой-либо в пистолет. Второй дается вместе с ним. Также дается ключик для раскручивания вот этого вот болтика. Ну, собственно, конструктивно, конструктивно. Полностью пластик. Ничего особо здесь нет. Есть предохранитель. Вот, собственно, и все. Ну, давайте сейчас разберем. Всего одним болтом это все разбирается легко. Здесь снимается часть кожуха. Вот. И мы видим установленный баллон. Здесь очень все просто. Баллон у нас упирается в определенный такой паз, что ли, сказать. То есть, при нажатии икурка, там вот сейчас покажу, что происходит. Там сплошная темнота. Не видно. В общем, при нажатии икурка там срабатывает, ну, якобы не срабатывает, тут двигается такой боек, который просто прижимает этот баллон вперед. Следовательно, вот эта вот штука упирается вот в эти пазы, нажимает на клапан и производится струя. Происходит струя, выстрел так называемый. Устанавливается это тоже все очень просто. Значит, ставим... Здесь даже поролоновая прокладочка. Ставим баллон. Сопоставляем две вот эти метки красные. Чтобы они были вместе, да. То есть, чтобы баллон лежал в нужном направлении. И вот эта как раз надпись у нас получается прямо под гильзовым брасывателем, под окошком. То есть, мы видим, какой баллон у нас установлен. Конечно, было бы прикольно, если было сразу два баллона в пистолете. Можно было бы их как-то переключать. То есть, один, может быть, где-то бы был в рукояти, второй здесь. И переключением какого-нибудь рычажка более дальняя дистанция и менее дальняя дистанция. Но, опять же, это имело бы смысл, если была существенная разница. Так я понимаю, 2 и 3 метра это такое себе. Ну, всё мега просто, конструктивно, понятно, интуитивно. То есть, даже ребёнок с этим справится. Как бы здесь устанавливаем опять назад болтик. Немножко поджимаем. И пистолет готов к работе. Собственно, вот такое вот интересное решение. То есть, если предохранитель вверх, у нас не нажимается курок. Вниз. Это можно теперь стрелять. Вот. Но стрелять я сейчас не буду. Я нахожусь на кухне в собственной квартире. Вот. Ну, если кому-то интересно, как эта вещь стреляет, как эта вещь работает, то давайте там немножко полайкайте. Я пойду и шмальну куда-нибудь в свой лесок из одного и из второго. Так сразу с двух рук. Вот. Вот такая интересная вещь. А с вами был ещё разок. Подписывайтесь, ставьте лайки. Увидимся. Пока.